Мама, расскажите, что вы... А как вам происходит, а вы задылись? Давайте, давайте. Давайте, я вам несколько вопросов. Мы поговорим, что по нашему дизайну, как и диалогу, мы слышим, давайте, в реферат. Сегодня ваш метод будет провал цифру очистной лекции, аблаконов, и из действий на разных процессах этих действий. В частности, мы начнем с вами с репродуктивной айтики, и с вами сферный жировщик. Говори, пожалуйста, микрофон. А так? Да. А, все, еще раз. В качестве зачета вы будете сдавать по центру физиологии реферат. Сегодняшняя лекция посвящена гормонам, в частности, участию гормонов в половой дифференцировке некоторых других процессах жизни. На следующем слайде вам будут представлены темы рефератов по моей лекции. Я вам их вывешу в перерыве, но вы можете эти темы списать. Мне просто удобнее поставить сначала, поэтому сейчас вы на них особенно не обращаете внимание. Смысл этих дел вы поймете, когда вы прослушаете данную лекцию. Ну и, соответственно, мы уже начинали прошлую лекцию. Вот, темы рефератов посылайте. Надо на адрес, который указан, который вы тоже в перерыве пишите. Кто выберет рефераты по теме на моей лекции, тоже посылайте свои рефераты по этому адресу. Теперь начнем непосредственно с механизмов половой дифференцировки. Я думаю, что вы все знаете, что изначально половая дифференцировка определяется набором половых хромосом, и что у женщин и женских особей у млекопитающих это одинаковые хромосомы, 2х хромосомы, а у мужских особей и у мужчин это разные хромосомы, 2х хромосомы и 2х хромосомы. Но я знаю, как думаете вы о том, что в мужском напове половой хромосомы одна хромосома женская, а другая мужская. Это значит, что в мужском организме в принципе исходно заложена женская программа развития. И только наличие Y хромосом позволяет модифицировать эту исходную женскую программу развития. Что делает Y хромосома? Y хромосома – это небольшая хромосома, но она несет мало генетического материала, и основной ее задачей является стимуляция развития семеников. Из предшественников ганата, а ганатами называются зачатки и мужских и женских половых желез, под действием Y хромосома и генов, которые находятся в Y хромосомах, развиваются семеники. Если по каким-то причинам Y хромосома в этот момент антогенез не будет работать, то, несмотря на наличие половых хромосомов мужских, развитие организма пойдет по женскому типу и будет развиваться и лично. Дальнейшие события в половой дифференцировке у мужчин и женщин тоже существенно отличаются. Мы с вами разобрали, какие хромосомы есть у женщин и какие у мужчин. Теперь вы видите, что в отсутствии игре хромосомы развивается яичник, в присутствии игре хромосомы развивается семеник. Следующий этап половой дифференцировки – это уже половая дифференцировка, которая по-разному возникает у женских и у мужских способов. У женских способов внешнее проявление половой дифференцировки развивается полумолчание. Что значит полумолчание? Если не работают половые гормоны, мужские половые гормоны, которых в период в эмбриденезе женского особи мало, то развитие внешних и внутренних половых признаков идет по женскому типу. Если работают мужские половые гормоны, то развитие признаков внешних и внутренних половых идет по мужскому типу. Мы сейчас это с вами все будем разбирать более подробно. Но сначала я хотела вам показать, что из себя представляет половая хромосома. И все хромосомы, вы видите, они обведены в разных патрух, и вы видите, что хромосомы очень маленькие. И хромосомы очень маленькие, и работает она только в определенных тканях, и в определенный период она придется. То есть работает она во время дифференцировки семенников, и работает в основном в зачатках семенников, чтобы из них образовались не яичники, а семенники. В остальном все остальные ткани и мужские, и женские особи работают, используя их хромосомы. Поэтому считается, что в техниках глядающих, включая человека, основной базисный пол – это женский пол. То есть в отсутствии гормонов, внешние и в отсутствии мужских половых гормонов, внешние и внутренние половые признаки будут развиваться по женскому типу. Независимо от наличия хромосомы, если по каким-то причинам в ЛГГ не работают семенники, не продуцируются мужские половые гормоны, то внешний вид и экологическая элитация останется жить. Какой еще вывод из этого негалитета? Его можно сформулировать так, что мужской организм устроен более сложным. Более сложно, потому что над исходной генетической программой, программой нейтрального пола, водоклореческой и женской программой, возникает еще одна настройка, а именно настройка, которую вызывают там гагетры, мужские половые гормоны, которые видоизменяют эту генетическую программу так, чтобы развились мужские половые гормоны. Собственно говоря, одной из гипотез, почему продолжительность жизни у человека, у женщин, больше, чем у мужчин, является гипотезой, аргументом которой является более сложной организацией мужского организма, а как вы понимаете более сложной организацией, она и ведет к большей вероятности половым. Теперь посмотрим, что происходит в эмбриогенезе мужских и женских особей. И почему? Если у женских особей, у женщин, наличие двух одинаковых половых хромосом и ксып, одновременно вызывает и развитие яичников, и различие женских половых принципов. А женские половые гормоны участвуют только в регуляции выраженности и циклической работы всей половой системы женщины. То есть они регулируют реальный цирк, и настуральные цирк и так далее. У мужчин последовательность событий другая. На первом этапе происходит образование семеников, и в этом случае участвуют генетические механизмы гена, которые работают в Y-хромосоме, в частности такой ген, который называется S2, и переводится это аббревиатура как СЭЦ Риджин и Y-хромосом. После образования ганат ответственность за мужские половые признаки берут на себя адрогены. Они, в отличие от женских половых гормонов, которые присутствуют у женских костей, обладают необратимым программирующим действием на мужской половой орган. То есть они изменяют морфологию зачатков половых органов, которые исходно являются одинаковыми у мужских и женских гормонов, они определяют родные эти зачатки этих продуктивных органов по мужскому типу. Почему это возможно? Это возможно потому, что продукции полового гормона в Y-хромосе у плодов мужского поля и женского поля существенно отличаются. Вот в прямоугольнике, которые видели в желтого цвета, а у вас он уже там веленый какой-то, выделена продукция половых гормонов в амброгене. Вы видите, вот острый пик – это секрет от тестостерона. Причем, если вы посмотрите на максимум этот пик, вы увидите, что плода мужского пола где-то на 9-12 неделе развития, уровень тестостерона такой же, как у взрослого мужчины. То есть семенники после их дифференцировки по действию гормонов способны вырабатывать большое количество андрогенов, и эти андрогены оказывают программирующие действия на развитие других репродуктивных органов. Пунктиром, штрих пунктирной линии выделена продукция эстрогенов в период тестостеронеза у плодов женского пола. Вы видите, что продукция эстрогенов у них несравнима меньше, чем продукция андрогенов. И, соответственно, эстрогены в период тестостеронеза женских особей не принимают участия в половой дифференцировке. Теперь, что такое программирующие действия андрогенов? Программирующие действия андрогенов – это такое действие мужских половых гормонов, когда их эффект закрепляется в клетке, и уже эта клетка при ее размножении, при ее пролитерации передает потомству своих клеток эстрогенов, тех, которые запрограммировал андроген. Причем эти программирующие эффекты могут реализоваться на различных уровнях биологической организации. Если мы рассмотрим репродуктивные органы, то действенно репродуктивные органы андрогена обладают морфогенными эффектами. То есть они меняют морфологию органа, зачатку органа таким образом, что морфология становится соответствующей мужскому полу. Если мы говорим о программирующем влиянии мужских половых гормонов на мозг, то в этом случае морфология мозга не изменяется. Но изменяется клеточный состав, количество клеток, изменяется работа этих клеток, изменяется объем различных центров головного мозга, что позволяет мозгу работать по мужскому типу. Что это значит? По мужскому типу, в общем-то, детерминируются самые, программируются самые различные отделы мозга, хотя наиболее важно это центры, которые регулируют половое поведение, центры, которые регулируют обрезиненность, и центры, которые регулируют собственную репродуктивную функцию, то есть связанные с гепталамус и связанные с ним гепофией. Если говорить о других тканях, то в других тканях хондрогены тоже могут программировать различные процессы. Но эти процессы программируются уже не на уровне органов, не изменяется морководимого органа, не изменяется вид его клеток или количество клеток, но изменяется процессом, который происходит в клетках. В частности, изменяется активность различных ферментов, и такая активность уже сохраняется постоянно, будет в дальнейшем присутствии андрогены или не будет. То есть программирующие действия андрогенов, будь то действие на морфологию органа, или действие на клетчатый состав органа, или действие на метаболические процессы в таком-то органе, действие мужских половых органов является необратимым. действие андрогенов, если этот эффект произошел в генезе при первой встрече с мужскими половыми органами. Второй важный момент, который связан с программирующим действием мужских половых органов, заключается в том, что это действие реализуется в определенные периоды антогенеза, которые называются критические периоды антогенеза. Эти периоды обычно ограничены с двух сторон. То есть для того, чтобы произошло программирующие действия мужских половых органов, необходимо, чтобы они подействовали на клетки тканей в тот момент, когда клетка готова воспринять такой программирующий действие андрогенов. Почему это происходит? Сначала, в ранний период эмбриогенеза клетки еще недостаточно дифференцированы, у них еще не созрели системы, которые способны воспринять андрогенные сигналы. Если андрогены действуют за запозданием, то развитие данной системы пойдет по умолчанию, то есть по женскому типу. Мы с вами говорили, что андрогены направляют развитие по мужскому типу. Если они вовремя не подействуют, то развитие уже пойдет по женскому типу, и поздно будет что-то применять. Критический период действия андрогенов закончится, и развитие той или иной системы пойдет по женскому типу. Теперь, что еще важно в отношении критических периодов андрогенов? Это важно и, естественно, для нормального развития, и особенно это важно для аптологии различных, о которых мы будем сегодня говорить. Это то, что критический период действий мужских половых гормонов на развитие разных систем отличается. Первыми готовы воспринять действие мужских половых гормонов репродуктивный орган. И дифференцировка по мужскому типу репродуктивных органов под действием андрогенов происходит в раннем генезе на 9-12 неделе беременности, и вы помните, что в это время наиболее высока секреция андрогенов у плодов мужского пола. Если мы говорим о мозге, то критические периоды дифференцировки различных отделов мозга по мужскому типу сдвинуты во времени и приходятся на более поздние этапы генезе. Если мы говорим о других системах, в частности о метаболических системах печени, то эти метаболические системы дифференцируются под действием андрогенов еще больше. Какой вывод из этого всего? Если продукция андрогена во всем андрогенов во весь период андрогенеза нормальна, то нормально идет и дифференцировка по мужскому типу различных систем организма. Если по каким-то причинам в один период андрогенеза продукция андрогенов нормальна, например, когда дифференцировка репродуктивного органа, а в момент дифференцировки мозга по каким-то причинам продукция андрогена снижена, а получился организм, какие-то токсические препараты приняла беременная женщина, то дифференцировка мозга называется по умолчанию, то есть по женскому типу. Это же красавица из других систем организмов, в частности печени, о которых мы еще говорим. Теперь более конкретные вещи. Что же делают мужские половые органы? Как они влияют на развитие репродуктивных органов? На раннее станет и развитие. У эмбриона существуют бисексуальные, то есть одинаковые головы, зачатки половых органов. Это урогенитальные губы и урогенитальные валики, из которых по умолчанию, то есть в отсутствии половых гормонов, независимо от половых хромосом, разрываются соответственно клитор из полового горка и половые губы из генитальных валиков. Под действием мужских половых гормонов происходит дифференцировка этих зачатков соответственно в пенис и в мошонку. То есть половые губы срастаются и зачатки вот этих валики срастаются и вместо полового губа образуются мошонки. Вторым вариантом развития репродуктивных органов является вариант развития два направления. Продолжение развития или редукция, то есть инволюция зачатков данных органов. И в этом случае существует два типа каналов. Потенциально мужские или большевые протоки и потенциально женские каналы или нулеровые протоки. Соответственно потенциально мужские протоки, если на них не будут действовать мужские половые гормоны, они редукцируются. Опять же эта редукция произойдет независимо от того, если грибформационный или нет, важно, чтобы были мужские половые гормоны. Если это, если на потенциально мужские каналы под действуют антрогиды, то из них образуются силеновыводящий протон, различные железы, силеновые пузырьки, то есть система, которая способствует выведению силенной жидкости. То же самое касается потенциально женские протоки. Если на них не действуют половые гормоны, они развиваются в матку и в циводы и влагалище. Если на них действует еще один гормон семейников, который назван антимюллеровым гормоном, потому что он действует негативно на мюллеровых каналов, тем самым женских гормонов, или его старым названием фактором регрессии негативно про то, что более полно отражает его функцию, если семейники вырабатывают вовремя этот гормон, то этот гормон вызывает редукцию потенциально женских каналов. И, соответственно, образуется полноценный репродуктивный орган в отсутствии мужских половых гормонов по женскому типу, а в присутствии мужских половых гормонов по мужскому типу. Опять же подчеркиваю, что для действия гормонов уже неважен какой-то набор половых хромосом. Поэтому, если в патологических случаях секреция количества андрогенов у плода женского пола по каким-то причинам увеличивается, будет происходить то же самое. И, наоборот, если у плода с мужскими половыми хромосомами по каким-то причинам не вырабатываются мужские половые гормоны, развитие будет проходить по умолчанию, то есть по женскому типу. Теперь еще один важный момент, который несколько усложняет стокус. Что вы должны знать? Если мы говорим о биосинфезе, о продукции женских и мужских половых гормонов, полезных на эстрогенах и андрогенах, то оказывается, что женские половые гормоны эстрогена продуцируются из мужских половых гормонов андрогена. Еще один важный момент, связанный с своими превращением этих половых гормонов, заключается в том, что женские половые гормоны эстрогена могут образовываться из мужских непосредственно в мозг. И что оказалось? Оказалось, что половая дифференцировка мозга по мужскому типу происходит, собственно говоря, под действием женских половых гормонов, которые образуются непосредственно в мозге и в мужске. Это очень интересная ситуация. Разумно возникает вопрос, а как же эмболеоны женского пола? Как же особи женского пола, у которых есть женские половые гормоны, почему же у них мозг не развивается по мужскому типу? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опять обратиться к этому слайду, который я вам показывала и обратить внимание на то, насколько меньше эмброгенезии продуцируется женских половых гормонов, чем мужских. Соответственно, много мужских половых гормонов поступает в мозг и в мозге превращается в женских половых гормонов. В результате такого превращения под действием эстрогена в мозге снижается вероятность формирования центров полового поведения по женскому типу и возникает формирование центров полового поведения по мужскому типу. Это вот такая особенность взаимоотношений мужских и женских половых гормонов и особенно их взаимоотношений в мозг. Почему это важно? Это опять же важно потому, что существует много нарушений, которые связаны с различиями полового дифференцировки по мужскому типу и продуктивных органов и полового дифференцировки по мужскому типу. Это может быть связано и с недостаточностью андрогенов в период полового дифференцировки мозга, и это может быть связано с недостаточностью фермента, который из андрогенов продуцирует эстроген. То есть в этом случае вариантов патологии больше, чем щитровой сырой. Теперь пойдем дальше. Следующий момент, о котором мы говорили, что половая дифференцировка затрагивает не только морфологию продуктивных органов, не только работу плечных центров мозга, регулирующих половое поведение, махивность и другие процессы, но и затрагивает метаболический процесс. В частности, под действием андрогенов у мужских особей детерминируется повышенная активность ферментов, которые осуществляют выведение различных продуктов обмена и чужеродных веществ, за что отвечает речь. Соответственно, у женских особей эти ферменты работают по умолчанию, то есть их активность меньше, чем у мужских. Но если говорить о биологической целесообразности, о животном мире, это находит свое отражение в том, что самцы более активны в поисках пищи и так далее, и, значит, вступает больше различных веществ, которые надо добавлять токсичными, значит, их надо постаревывать. К чему это приводит в случае патологии? В случае патологии это приводит к тому, что время в жизни продуктов обмена и чужеродных веществ, то есть кровотоки у женщин, у женских особей больше, чем у мужских, поскольку они медленнее разрушаются и медленнее выводятся. За счет того, что они дольше циркулируют в крови, они могут более часто вызывать аллергические реакции. В частности, это касается различных фармацевтических препаратов, поскольку фармацевтические препараты в том же и в доколинетических испытаниях в основном исследуются на самом деле, их формат одинаковый, формат одинаковый, формат одинаковый, в общем-то, более адаптивный для мужских особей. А если учитывать, что и ферменты метаболизма у женщин работают уже, то склонность к аллергическим реакциям у женщин выше за счет половой дифференцировки этих метаболических систем ВИЧ. Но, нужно сказать, что мужчины тоже пословно страдают от такой как Володей Сверденцировки, поскольку в процессе бетоксикации многих чужеродных веществ и, скажем так, фармацевтических образуются токсические соединения. И поскольку у них ферменты печени работают более активно, от таких фактических соединений в печени накапливаются больше. За счет этого у мужчин, несмотря на учет алкоголизма, вредные и так далее, что, к чему более скромные мужчины, частота раты печени существенно выше, чем у женщин. Вот, несмотря на то, что внешний тип печени одинаковый, то есть и внешний вид, и более-менее масса печени по отношению к массе тела одинакового мужчин и женщин, клеточный состав одинаковый, а вот разная работа ферментных систем, которые закладываются по действиям антрогенов на мужчин и развиваются на умолчание у женщин, приводит вот к таким разным последствиям в случае татологии, в случае приема различных репрессоров. Теперь мы с вами вкратце разобрали, как происходит половая дифферментировка в норме, а сейчас мы будем разбирать, как такие существуют нарушения в норме дифферментировки. И если вы заметили, мы с вами разобрали несколько уровней формирования пола. Первый уровень – это формирование пола за счет наличия половых хромосом. Понятно, что половые хромосомы женские возникают, когда если сперматажей несет X хромосомы, то возникает 2X хромосомы у оплодотворённых рецепет, если сперматажей несет X хромосомы, то возникает XY, то есть хромоски половых хромосом. Но иногда бывает, что происходит нерасхождение половых хромосом и возникает нарушение хромосомы. Одним из таких нарушений является нарушение, когда у человека зависит всего одна половая хромосома X, X-ной или синдром Т. А если взглянуть на этот набор воровых половых хромосом, то его нужно рассматривать и как мужской, и как женский. Поскольку у X хромосомы и гейственных мужчин, и у женщин, какой получится сенатит, если бы я вам не показала картинку, какой получится внешний вид, я думаю, вы бы затруднились. Но если подумали, все-таки смогли бы, надо бы у вас спросить. И, значит, как вы видите, внешний вид у таких больных соответствует женскому полу. Хотя существуют некоторые аномали, связанные с низкорослостью, с эвинареей, с особенностью настроения грудной клетки, с низким ростом волос на шее, с кровообразной шеей и так далее. Это такие пороги развития достаточно существенные. Но понятно, что если существует одна аномалия с хромосомой, то за счет отсутствия Y хромосомы семейники не развиваются, семейники не развиваются, не продумываются антрогены, и, соответственно, пол развивается по умолчанию, то есть становится женским. Собственно говоря, наличие такого заболевания частично и подсказало ученым, что Y хромосом ответственен за образование семейников, и, соответственно, семейники уже начинают секретировать с хромосомой. Другой вариант – это другая аномалия с хорпением половых хромосом. Это XXY – синдром Деймфельта. Опять же, это сочетание половых хромосом. Можно рассматривать как 2X хромосомы – жертвы набор половых хромосом с добавоченной хромосомы, или можно рассматривать как XXY хромосомы – с добавочной хромосомой. То есть, мужской набор половых хромосом с добавочной хромосом. Собственно говоря, и открытие синдрома Пуантьяна Энфилтера привело к тому, что убедились, что именно Y-хромосомы соответственно, за развитие семянников и за вторичные мужские половые визы. Потому что у больных синдромов инфектора, которые несут 3 половые фромосомы, 2x-фромосомы, 2x-фромосомы, внешний вид мужской, хотя тоже с некоторыми аномальными, связанными с недостаточностью развития семянников, и с некоторой высокорослостью, и с другими аномальными, но тем не менее фенотип мужской, извините. Фенотип мужской, и, собственно говоря, это достаточно частые заболевания, и диагностируют его только уже при половом заболевании, когда начинают некоторые аномалии, а так эти матушки уже развиваются вполне нормально в соответствии со свежим финансовым набором фромосомы. Теперь еще были интересные ситуации, которые связаны с большим количеством половых фромосомов при различных заболеваниях. Существует такое заболевание, которое называется 3x-фромосомы, то есть заболевание, когда 3x-фромосомы. 3x-фромосомы, лишние x-фромосомы, ведут к тому, что, понятно уже в одном из них, внешний вид сохранился женский поступник, не отыгрывал фромосомы. Это тоже достаточно часто встречающиеся заболевания, и причем оно фактически не ведет к каким-то внешним изменениям, хотя известно, что вот может быть 3x-фромосомы, а может быть еще и 4, и 5, то есть количество x-фромосомы может быть больше. И оказалось, что чем больше x-фромосом, тем больше снижено умственное развитие у таких курсов. Особенно говоря, вот этот пример всегда очень нравится студентам, потому что оказалось, с одной стороны, чем больше x-фромосомы есть у больных женщин, тем больше снижено их умственное развитие, а чем больше y-хромосом есть у больных мужчин, тем больше повышена их агрессия. Узнали это так. Определяли количество хромосомных аномалий, с одной стороны, в неврологических клиниках и в психиатрических клиниках, и оказалось, что там количество больных с лишним x-фромосомы больше, чем в общих больниц. У мужчин определяли количество половых хромосом в тюрьме, в частности, больших было исследование в США, в тюрьме в США приведено, и оказалось, что в тюрьме в США количество баловников, или девчоных, которые сидят в этих тюрьме, там чуть ли не один к пяти больше с аномалией с лишним y-хромосомы, чем в обществе. То есть, действительно, это как-то связано с умственными самоспособностями, с агрессивностью, но для того, чтобы это проявить, нужно было сделать вот такие следы. В то же время, отвлекаясь немножко от нашей главной темы, обращу ваше внимание на то, что синдром Гауна, о котором вы видно слышали, это тоже трисомини, но трисомини не по x-хромосомы, и не лишний y-хромосомы, а по аутосуме по 21-й хромосомы. И вот лишняя 21-я хромосома ведет к развитию симптом Гауна, где и не только умственные способности сильно снижены, но есть существенно органические поражения различных органов, и продолжительность жизни таких ванных невелика. То есть, половые хромосомы, особенно y-хромосомы, которые, как мы видим, очень маленькие, они определяют полы, определяют признаки соответствия полу, но они не сильно влияют на развитие остальных систем организма и с лишним x-хромосомы и с лишним x-хромосомы, то, в принципе, жить можно, хотя и, может быть, не так хорошо, как и но. Теперь посмотрим следующий уровень. Следующий уровень образования пола – это пол Ганат. Напомню, что пол Ганат определяет, если это развитие семянников, их развитие семянников определяет y-хромосомы. Если y-хромосомы нет или y-хромосомы не работают, то возникает y-хромосом. Соответственно, нарушение развития ганат ведет к заболеванию, которое называется истинной гермофродитизм. Гермофродитизм – отцов, диннеса и афродита, сочетающие в себе признаки мужской и женской ганаты. Это сочетание может быть, ну, по крайней мере, и дурки. С одной стороны может развиваться яичник, а с другой стороны может развиваться семянник. Причины такого заболевания лежат в том, что, чтобы развился семянник, нужно, чтобы пены, которые работают в и-хромосоме, вовремя начали работать. Мы с вами говорили о критических периодах в детстве мужских половых гормонов. Для этих хромосомов тоже есть критический период детства. Если в облине не начал экспрессироваться ген, который отвечает за развитие семянников, сочетание ганаты начнёт развиваться в сторону и нижней. Ну и, соответственно, если на одной стороне этот ген начал экспрессироваться вовремя, на той стороне развиваться семянник, если он запоздал, то развитие уже пошло по умолчанию, т.е. по-жинскому типу, поскольку из хромосомы работают только у мужских и женских способов, и развиваться и лично. Существует ещё один вариант истинного генопредитизма, когда в одной и той же генопредитизме существуют элементы и личника, и семянника. В этом случае причина та же. Причина та же, т.е. запоздание работы генов и гриппромосомы, но это запоздание не столь велико, как в предыдущем случае, тогда просто называется лишним с одной стороны, поэтому уже начало, начало предшественные ганаты развиваться по женскому типу, дальше включились гены гриппромосомы, частично они смогли переделать гранату по мужскому типу, частично не смогли, и возникла вот такая смешанная граната, сочетающая в себе элементы и личник, и семянник. Но нужно иметь в виду, что кроме истинного генопредитизма, который всё-таки является достаточно редким заболеванием, существует и так называемый ложный генопредитизм. Ложный генопредитизм может быть двух типов, или мужской ложный генопредитизм, или женский ложный генопредитизм. Мужские, наверное, ложным генопредитизм называют такое заболевание, когда набор половых хромосом соответствует УРУ, то есть УРУ, когда развиваются полноценные семянники, но по каким-то причинам или недостаточно продуцируются мужские половые гормоны андрогены, или не работают рецепторы, которые воспринимают действие этих гормонов, то есть рецепторы андрогены. Аналогичная ситуация возникает в случае женского псевдогермофредитизма, в этом случае опять же набор половых хромосом женский, то есть XX яичники тоже полноценно развиваются, но в этом случае избыточная продукция андрогенов, обычно это андрогены на поршнику происхождение, или избыточное поступление андрогенов из организма матери, а это может быть в случае приема различных гормоновальных препаратов, и раньше это было в случае приема контрацептивов гормональных первого поколения, и зачатие на фоне приема контрацептивов. Если в организме уже плода женского плова по какой-то причине повышенного уровня андрогенов, то внешние и внутренние продуктивные органы, за исключением нижних, будут развиваться по мужскому телу. Теперь я вам привела один из примеров мужского псевдогермофредитизма. Этот пример называется синдром полной нечувствительности к андрогенов, когда не работает андрогенный рецепт, то есть белок, который воспринимает действие андрогенов и передает сигнал внутрь клеток. В этом случае, опять повторюсь, набор половых хроносомов мужской, семеники развиваются, но поскольку и мало того, что семеники развиваются, они нормально, продуцируют нормальное количество андрогенов. Но андрогены не могут действовать, и в результате этого все репродуктивные органы развиваются по умолчанию, то есть по женскому телу. Теперь следующий уровень – это уровень уже половой дефицинсировки мозга и уровень, связанный с социальным полом, с половой ориентацией и гендерными различиями. Сразу хочу сказать, что существует такая путаница с терминологией. Вообще говоря, в научном мире различают половые различия и гендерные различия. Половые различия касаются, собственно говоря, морфологии органов, клетчевого состава и метаболизма, о чем мы только что говорили. А гендерные различия – это различия в половой ориентации, различия в мужское формирование, в мужском и женском типе полового поведения, называются гендерными различиями. Но литература сейчас очень часто будет заглянуть другим, не смущаетесь. Вот, в принципе, нужно отвечать. Ну что, мы с вами сделаем перерыв и продолжим. Давайте, пять минут. Значит, я вам сейчас… Итак, мы переговорим к нарушениям половой дефицитизировки в сфере социального тела, в сфере полового и метаболизма. В общем-то, вы из предыдущего раздела должны уже представлять, почему это происходит и к чему это ведет. Напомню вам, что дифференцировка мозга происходит позже, чем дифференцировка репродуктивного органа. И чтобы дифференцировка мозга пошла по мужскому типу, необходимо, чтобы в более поздние периоды амбрионеза были высокие концентрации амброгенов. Соответственно, если концентрация амброгенов далеки и крайний период эмбрионеза и дальше, то и половые признаки будут соответствовать полу, и дифференцировка мозга, и соответственно, социальное поведение будет соответствовать полу. Если по каким-то причинам произошел сбой, то дифференцировка мозга может не соответствовать дифференцировке половых органов. Какие бывают варианты? Соответственно, разберем вариант, когда у нас половые фомосомы мужские, и в ранний период эмбрионеза много мужских половых гормонов, а в более поздний период эмбрионеза, когда происходит дифференцировка мозга, каким-то причинам концентрация амброгенов не используется. В этом случае внешний вид, внешний половой признак и внутренний половой признак разовьется по мужскому типу, а половая ориентация, социальное полу, будет развиваться по умолчанию, то есть по женскому типу. Существуют другие варианты, когда набор половых хромосомов жидкий, и в ранний период антогенеза амброгенов мало, соответственно, половые признаки развиваются по женскому типу, но в период дифференцировки мозга концентрация амброгенов по каким-то причинам увеличилась. Так бывает, например, если нарушается биосинтез антогенов надпочников, и надпочники плода женского пола начинают продуцировать большой концентрация антогена. Соответственно, под действием антогенов мозг дифференцируется по мужскому типу, и опять же возникает несоответствие внешнего вида с половой ориентацией, только в этом случае внешний вид будет женский, а половая ориентация – мужские. Поэтому в этих случаях прибегают какие-то гормональные терапии, смены уколы, и вот большинство транссексуалов – это люди, у которых неправильно прошла половая дифференцировка. Собственно говоря, напоминаю вам еще раз о том, что такая половая дифференцировка происходит под влиянием амброгенов, которые образуются из многих половых канонов в мозге. Поэтому, если не работает сегмент, превращающий амброген в амброген, тоже могут произойти несоответственно между внешними половыми признаками и половой ориентацией. Собственно говоря, вот эти исследования по влиянию гормонов на половое поведение, на амброгенацию и программирующие действия на развитие мозга по мужскому и женскому типу и соответственно на социальное поведение, были впервые предприняты не так давно. И основным исследователем был Галри Бенчамил, который и открыл феномен транссексуальности. И мало того, что он его открыл, он с помощью созданного при его участии, а впоследствии его имени ассоциация создал алгоритмы увеличения таких больных и впервые заговорил о том, что должно быть какое-то медицинское и правовое урегулирование вопросов с больными способом патолета, потому что это необратимые изменения, которые могут быть частично скорректированы, но их нельзя вернуть к первоначальному состоянию. Я уже говорила, что действие андрогена в период эрбергенеза является необратимым. И обычно легче даже с помощью хирургических операций, гормональной терапии изменить внешние половые признаки, чем изменить половую дифференцировку мозга, изменить социальное поведение человеческого нажима. Теперь следующий вопрос, который достаточно интересен, это чем человек и другие медопытающие отличаются по механизмам в вопрос дифференцировки от других классов животных. Вот так подталкивает, что если у человека и у других медопытающих существует такая мурная половая дифференцировка, и первые этапы закреплены генетически в виде дифференцировки ганата, последующий этап участвует гормон, то у других представителей позвоночных, в частности у ящериц и у прокладилов, половая дифференцировка осуществляется с помощью температурного режима, хотя в ней участвуют гормоны. Что тут интересного? Во-первых, у этих представителей животного мира одинаковые половые хромосомы хромосомы, 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 хромосомы. То есть они гомологические. Во-вторых, в этом случае развитие семенников и яичников происходит с участием гормонов, причем основным участником является эстероген. При высокой температуре фермент, который способствует синтезу эстерогену, не работает, и в этом случае из предшественника гоната развиваются семенники. То есть как раз в этом случае семенники развиваются по умолчанию. При снижении температуры начинает работать фермент, который является ключевым в биосинтезе эстерогену, образуются эстерогены, и они направляют дифференцировку гоната в сторону яичников. Еще один интересный вариант – это половая дифференцировка птиц. Причем половая дифференцировка птиц нам надолго приостановила развитие эндокринологии, потому что в 50-е годы большинство эндокринологов работало на птицах, на цыпляках. Очень удобно у них хорошо выражены внешние половые признаки. Большой гребешок петуха, маленькие икорчики, сележки петуха, большие икорчики, маленькие шпоры и так далее. Помазала гормоны, растут или не растут. Но оказалось, что у птиц ситуация с половой дифференцировкой мы выбираем обратно к тому, что происходит и у человека. У птиц, у мужских особей одинаковые половые хромосомы и развивающие семенники. А у женских особей разные половые хромосомы. Одна такая же как у самцов, а другая это Z-хромосомы, а другая это W-хромосомы. И в этом случае W-хромосома определяет развитие яичников. Яичники продуцируют эстрогены, а эстрогены вызывают развитие по женскому типу репродуктивным органом внешних и внутренних половых признаков. То есть все происходит с точностью наоборот, что по сравнению с человеком и млекопитальщиной. Вот если вы сравните и половое поведение, окраску птиц и так далее, вы поймете, какую роль играет гормон в половой дифференцировке птиц и человека и найдете что-то общее, что-то отличное, учитывая, что у птиц эстрогены являются главными гормонами, которые модифицируют исходную программу. И исходная программа является мужской, а эстрогены ее модифицируют женскую. Человек на банк. Вот, не знаю, правда, не интересовалось, как там птицы с продолжительностью жизни. По теории должны бы у них, наоборот, самцы лучше жить дольше, а самки меньше. Но, наверное, посмотрели литературу, насколько оправдывается вот эта теория в отношении птиц. Насчет того, что личная программа уменьшает продолжительность жизни мыши. Теперь следующий вопрос, который мы будем рассматривать, это уже то, что происходит после полового дифференцировки, это регуляция полового созревания. Вы должны представлять, что существует несколько фаз полового созревания. И что особенно выпадает из внимания? Обычно это то, что на первой фазе полового созревания активируется сторона почки. Наверное, вы знаете, что есть такие железовые почки. И все эти кинолеговые слыхали, что наоборот продуцируют минералы картикоиды, глюк картикоиды, гидармоны, которые регулируют водно-солевой проблел и углеводные, белковые, лепинные. Но почему-то мало кто знает, что наоборот продуцируется еще и андрогены. Мало активные андрогены, но в большом количестве. Продукция этих андрогенов существенно зарастает в период полового созревания. И поэтому первым этапом полового созревания называется фаза полового созревания, которая называется адренархия. То есть активация работы с витчатой зоной коронавточных, активация продукции на почечном андрогене. Потом, к активации продукции надпочечных андрогенов, подключается активация продукции половых спироидов, половых гормонов с нервниками и нежниками. Возникает вторая фаза полового созревания, связанная с активацией работы канала, поэтому она всегда дальше. Вот на этом слайде представлена продукция Мужских парового гормонов, андрогенов, хотя и мало активных их производных. Коронавточника человека в энтогенете. Вы видите, что надпочник продуцирует много андрогенов и в эмбриональный период, И после 10 лет количество андрогенов, продуцированных коронавточников, существенно вырастает. Причем этот рост одинаково характерен и для девочек, и для мальчиков. И именно этот рост определяет и первые признаки полового псориона. Вот на следующем слайде представлены андрогензависимые, андрогеннезависимые зоны ополошения, то есть те половые признаки внешние, которые возникают в процессе повару созревания. Вы видите, что есть естественные андрогеннезависимые зоны ополошения, к которым относится сосудочный область, вроде лесницы. Но среди андрогензависимых зон выделяют несколько. Первый из них определяется действием надпочечниковых андрогенов. И надпочечникового андрогена вызывает облашение подмышек или облашение лотка. Соответственно, это первые признаки полового созревания, связанные с активацией коронавточников. При дальнейшем активации уже ганат возникают другие зоны облашения, но здесь представлены зоны облашения, характерные для мужчин. И вы видите, что когда присоединяется андрогеннезависимых семеников, начинают возникать и другие зоны облашения, в частности, связанные с ростом бороды, ростом волосной конечности, на руке и так далее. То есть для полноценного голового созревания необходимо, чтобы не только активировались семенники, но и необходимо, чтобы вовремя активировались и надпочники. Если возникает диссоциация между активацией надпочников и головой желез, то возникают различные заболевания. В частности, к таким заболеваниям относятся поликистоз к женщинам, когда надпочников и андрогены начинают проработать очень рано, а андрогены в крови нарушают, следствие ведет к неправильной работе яичников, за счет чего и возникает поликистоз яичников. Теперь еще один вопрос, который касается того, что является триггером полного созревания. Такие гормоны участвуют в лечении полного созревания. Одним из таких гормонов являются гормоны пифиза мелатонина. Наверное, вы что-то слышали про мелатонин. Мелатонин участвует в регуляции циркарных битвов, он участвует в регуляции сезонности размножения у других млекопитающих. То есть, когда много мелатонина сезона в покое, когда концентрация мелатонина снижается, возникает период сезона размножения. У человека инволюция эпифиза начинается в начале полного созревания. Соответственно, если затухает работа этой железы, снижается секреция мелатонина. И снижается... мелатонин обладает негативными действиями гормоны, репродуктивными оси. И снижается, общественные гормоны негативные действиями растормаживаются и начинают активизироваться гормоны, донатутровная оси. Название свое мелатонин получил потому, что у винишших позвоночных существенно участвует в регуляции пигментации покровов. А именно он участвует в просветлении по округу различных позвоночных животных. И у человека это... его действие существенно редуцировано. Все-таки вы его можете заметить, если вы обращали внимание, при половом созревании, очень часто у блондинов и блондинок темнеют волосы и шансов остаться у блондинок и становится меньше, поскольку снижается концентрация мелатонина и, соответственно, его действие на окраску, в частности, и волосы на окраску тоже снижаются, и волосы темнеют. Второй гормон, который является триггером полового созревания, является гормон, который называется ниткид. Это тоже очень интересный гормон, к которому приковано внимание исследователей, потому что этот гормон продуцируется жировой тканью. Он продуцируется жировой тканью, и основная его функция – это регуляция сжигания жира, за счет действия на различные центры главного мозга, которые усиливают энергоогни, усиливают терморегуляцию, снижают аппетит, усиливают работу центра насыщения. То есть в идеале, когда количество жировой тканью повышается, повышается продукция лептина, вон действует на мозг, мозг прилагает все усилия, чтобы повысить энергоргметр, лишнее количество жировой ткани сжигается, и все возвращается к ноте. Но, к сожалению, это не всегда так, поскольку эта система сложная, и на разных этапах происходит поломки, что привык к ожирению. Ну и вот сейчас у ученых большая надежность, что лептин и другие компоненты его оси, по-моему, бороться с ожирением. Но оказалось, что вот эта продукция лептина, жировой ткани, она важна и для плавок созревания. Но это тоже есть биологическое объяснение, поскольку часть процессов репродукции возможна только тогда, когда животное или человек, например, накрасил достаточно большое количество энергетических ресурсов, чтобы процесс репродукции не шел в противоречии с процессами адаптации, то есть просто жизнедеятельности организма. И, соответственно, половое созревание нужно начаться, когда организм набрал достаточно большое количество жировой ткани. Если жировой ткани достаточно, достаточная продукция лептина, то лептин является триггером полового созревания. То есть чем больше продукции лептина, чем больше жировой ткани, тем раньше начнется половое сваривание. Если элитарин участвует в ингредиции начала полового сваривания, то эффективно участвует в позитивной ингредиции полового сваривания. Ну и, соответственно, если вы рассмотрите какие-то племена, которых недостаточность питания и так далее, то у детей этих племен половое сваривание начинается на несколько лет позже по сравнению с детьми из развитых европейских стран, из Америки и так далее. То есть, достаточное количество жирового сваривания является необходимым элементом начала полового сваривания. Следующий раздел, который мы будем с вами рассматривать, это регуляция размножения. И здесь возникает очень много вопросов, в чем регуляция размножения у человека отличается от регуляции размножения у других недоступников. Дело в том, что оказалось, что человек потерял очень много предков и характеров для размножения других глюкопитающих. В частности, только у человека, у лабораторных животных отсутствует сезонность размножения. Это связано с тем, что человек и лабораторные животные находятся при искусственно созданном периоде освещенности, и соответственно, от сезонности определяются различные длины для дня и ночи. Есть млекопитающие, которые размножаются в короткие дни, есть млекопитающие, которые размножаются в длинные дни, то есть у них сезон размножения потом в определенном времени. Почему это важно? Это важно потому, что у млекопитающих, исключая человека, лабораторного животного, количество циклов, особенно у женских особей, гораздо меньше, чем у человека. То есть у них репродуктивный цикл не каждый месяц, как у женщин, а один или два раза. Причем практически каждый репродуктивный цикл оканчивается беременностью и воспитанием, кормлением потомства и так далее. То есть количество циклов у всех млекопитающих, исключая человека, лабораторного животного, гораздо меньше, чем чревато большое количество репродуктивных циклов. Жадкие репродуктивные циклы – это смена влияния двух гормонов на репродуктивные органы женщины. Причем эти гормоны влияют на пролиферацию как стенок матки, на пролиферацию клеток молочной железы, на пролиферацию клеток других органов репродуктивной системы женщины. И такие гормоны пролиферации, они учреваты негативными последствиями. Потому что в процессе деления клетки клетка не защищена от таких поближающих воздействий на ДНК. И в процессе пролиферации, в процессе размножения клетки могут происходить поломки ДНК. Вероятность этих поломок увеличивается с количеством циклов пролиферации и, соответственно, с количеством репродуктивных циклов. Чем больше циклов, тем чаще пролиферированы органы и декоративные органы женщины, тем больше вероятность в этих органах поломки ДНК, которые приводят к неконтролированному пролиферации, то есть к образованию злокачественных опухолей. Были проведены исследования, в частности, связи рака молочной железы с количеством репродуктивных циклов. И вот, ну, вы, наверное, знаете, слышали от общих представлений, что у женщин, которые имеют новых детей, у них вероятность заболеть раком молочной железы достоверно ниже, чем у нерожавших женщин. Но оказалось, что такая достоверная связь прослеживается не только вот в таких хроних вариантов, но она и зависит от количества циклов. Если рано начались циклы, если лактация продолжалась не долго, то есть мать очень короткое время и быстро восстановились половые циклы, то вероятность заболеть раком молочной железы выше по сравнению с теми женщинами, в которых позже возникли ноструальные циклы, которые долго корняли детей, в которых дети долго находились на грунтной аспармировании, и, соответственно, в которых суммарно меньше проходило репродуктивных циклов. То есть вот потери сезонности и потери в связи с потери сезонности происходят и потери природных, так называемых, природных противозачаточных средств, а именно это регулярная беременность и регулярная лактация и цикл, заканчивающаяся беременность. Вот это одно существенное отличие человека от других влекопитательщих. Вторым отличием тоже является то, что организм человека потерял многие элементы полового поведения и изменения фенотипа, в частности, изменения фенотипа, связанные с лактацией. Вы знаете, что наиболее высока беременность зачатки, когда происходит выход яйцеклетки, она может стрелиться с периментозоидом, то есть в момент обуляции, и у других влекопитающих существуют различные физиологические происхождения, чтобы обратить внимание на самца, что самки обуляции – это, во-первых, и продукция серомонов, которые привлекают особи равных полутургода. У самцов она происходит в период сезонности размножения, а у самков период обуляции. Это изменение окраски, изменение кожных покров, то есть изменение поведения. Я вам тогда показывала картинку о половой дифференцировке мозга, которая была на примере крыс. Вы видели? Там крыса, сам крыс, в лактозной реакции. Это специфическая поза, характеризующая, говорящая о том, что в данный момент у нее происходит амбляция, она готова к оплодотворению. У человека эти все ритмики достаточно стеркнут. Правда, сейчас он показывает, что якобы могут женщины какие-то феромоны ловить, если их проэкстрагируешь и как-то сконцентрируешь. Но, например, в сельскохозяйстве используется метод одновременно одновременно облудотворение старых свиней с помощью одного из феромонов, которые являются производным андрогеном. И если его, так что с этим феромоном вывесишь, они все принимают ползу в лактозной реакции и, соответственно, там какую-то производительную андрогеном приводит и можно всех одновременно облудотворить. Но у человека, там, эти феромоны очень трудно, даже если это возможно. Еще одним отличием человека от других лактозных питающих является то, что возможность спаривания в каждый день целиком. У многих других лактозных питающих, у многих видов спариваний в другие вне периода репопуляции невозможно. Например, у морских свинах в лакалище вообще зарастает вне лактозных питающих. У многих других видов стенки в лакалище настолько сжимаются, что пенис не может пройти для всей лактозных питающих. То есть возможность спаривания приурочена только к периоду размножения. Ну и какой же главный вывод из всех этих различий строго сказать, что мы приобрели вышли на новую ветвь эволюции или мы достаточно зря уже так далеко от животного мира и приобрели больше болезней, чем преимущество размножения и продолжительности жизни. По этому поводу и ученых ведется много споров, и так и момент до конца не решу. Теперь, каким образом происходит регуляция размножения? Женские особи и женщины отличаются от мужских тем, что у них регуляция размножения происходит цифрически, а у мужских особей тонически. То есть все время происходит сперматозоид, все время выкатываются сперматозоиды и, соответственно, этот процесс поддерживается постоянно. По женскому способу существуют две системы. Одна система – это система гормонов, гормоны талантоксизальной системы, и гормоны яичников, которые управляются статистическими изменениями в различных группах. И другая система – это система тканей, которые реагируют на циклические изменения гормонов в различных. Но основными такими тканями являются матка, влагалищ, малышная железа, хотя все остальные ткани тоже реагируют на изменения гормонального входа. Теперь, зачем нужно пока циклическое изменение гормональной активности у женских особей. Дело в том, что для женских особей в течение реального цикла необходимо подготовить органитику последовательно к двум важным процессам. В первую половину цикла, с первого по 14-13 день после менструации, продуцируются яичниками эстрогены, и эстрогены готовят различные органы женщины, женственных особей к возможности отопления и возможности отлодотворения. Во вторую фазу цикла, фазу, когда работают желтые телы, женщины, которые продуцируют прогестерон, организму женщины готовятся к беременности, в надежде, что произойдет отлодотворение и беременность начнется. Соответственно, прогестерон, который продуцируется желтым телом, влияет на личные органы, на матку, на малышные железы, на влагалище и готовят эти органы, предполагающие предполагаемые беременности. Вот в это время из действий эстрогенов и прогестеронов возникает усиленный процесс размножения клеток, подвязываются протоки в малышном железе, возрастается матка, причем матка эндометрии матки возрастается таким образом, что возникает складчатость эндометрии, такой лабирид, в который легко запутся за рот, чтобы он не проскочил ни на матке, а прикрепился к стенке матки. Если беременность не возникла, если зачатие не происходит, то, соответственно, эта эндометрия оттарная лица возникает менструация, и все начинается сначала. То есть, каждая половая цирка женщина сначала готовится к благотворению, потом готовится к беременности. И так из месяца в месяц, пока беременности не возникнет. А животные один раз приготовят к благотворению, один раз приготовят к беременности, забеременевали и так до следующего сезона размножения. Теперь второй вопрос, который тоже отличается в плане регуляции размножения мужчин и женщин. Если у мужчин регуляция качества потомства или выбора качества потомства пошел по пути большого количества сперматозоидов, из которых выбирается самый лучший, то у женщин в каждом регулярном цикле до последней стадии развития доходит только один фалинкул, и только одна яйциклета становится способной к благотворению. Причем, как вы видите из этого слайда, отбор вот этих яйциклетов, которые способны к благотворению, то есть самых лучших яйциклетов происходят еще с начала эмбрюнгенеза. Если вот вы видите, от микрофона, вот в период эмбрюнгенеза возникает большое количество яйциклентов, которые заключены в такие оболочки будущей эмбрюнгенеза. Вы видите, где-то около 5-7 миллионов ацитов возникает в период эмбрюнгенеза. Это 4400 тысяч фалинкулов. К половому созреванию становится еще меньше. И из этого уже относительно небольшого количества яйциклетов, заключенных в фалинкул, каждые лабораторные яйциклы отбираются на около десятка фалинкулов, и из этих 5-7 фалинкулов убираются самые лучшие, которые и агулируют, из которого он получает яйциклит. То есть отбор наиболее удачных для отмножения яйциклитов происходит в организме женщины, и также в организме женщины происходит отбор наиболее качественного сперматозоидов. Поскольку только наиболее активно сперматозоидно волнует пройти через репродуктивные пути женщин, преодолеть вязкие слизи, преодолеть осудочеводные слизи, ВПА слизи, преодолеть оболожку яйциклитов. То есть всегда у нас существует конкуренция в прохождении в различном стадии, пока не наиболее выбираются в яйциклит. И только самый хороший выбирать в яйциклит. То есть деды тоже регулируются организмом женской лоскви, молекопытающих, включая железы. Теперь вот этот слайд иллюстрирует примерно то же самое. Я вам его хотела бы показать, потому что, чтобы обратить внимание на то, что когда выберется доминантная фолихула, и когда она взорвется и выйдет из него яйциклитка, из этого доминантная фолихула образуется желтое тело, образуется желтое тело, которое продуцирует протестерол. И, собственно говоря, вот это желтое тело и продукция протестерола является главным для подготовки организма женщин в беременности. Собственно говоря, название протестерола произошло от слова gestation, что значит беременность, и поэтому протестерол это домок, который и поддерживает беременность, и готовит протонентную мотиву беременности. Ну, вот я думаю, что на этом мы с вами закончим. Если у вас есть вопросы, если у вас есть, поскольку вот вот это межкультенский курс только начинается, если у вас есть пожелания, какие-то интересы, пожалуйста, подойдите, скажите, чтобы я на будущий год узнала какие-то вопросы и у вас есть, и у нас все нормально. Все на этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ